Дамы и господа, всем привет! В этом видео расскажу про несколько активных аирдропов, которые потенциально могут обеспечить вас солидным запасом шавухи с чайком и кофейком, ну или при хорошем раскладе подкинуть кэша на новые кеды, а возможно и еще что-нибудь. Особенность этих аирдропов заключается в том, что они не требуют особо временных затрат, то есть все делается достаточно быстро, и денежных вливаний либо не требуют вовсе, либо они настолько малы, что их осилит даже самый лоу-банк. Значит, два аирдропа, они имеют определенный дедлайн, о них мы как раз поговорим во вторую и третью очередь, а начнем мы с аирдропов, которые предоставляет DAO Maker. Аирдропы, предлагаемые на данной площадке, это дропы не совсем от DAO Maker, наверное, правильнее будет сказать, что это дропы в партнерстве с DAO. Сейчас поясню. Некоторое время назад на сайте появился раздел Community Launchpad, и перейдя в этот раздел, мы видим, что это площадка для рекламы аирдропов от партнеров DAO. Здесь немножечко админов DAO хочу процитировать. Что они говорят? Что попадание проекта в данный раздел не гарантирует того, что IDO они будут проводить на этом лаунчпаде. Но такая возможность есть, если мы будем видеть, как говорят админы, повышенный интерес к тому или иному проекту. То есть, на данном, для нас это площадка для аирдропов, а для проекта это площадка для голосования за их проекты. Для того, чтобы подать заявку на аирдроп, то есть проголосовать за тот или иной проект, нам не нужно проходить процедуру KYC, достаточно зарегистрироваться и законнектить свой кошелек. Являться стейкером токенов DAO тоже нет необходимости, хотя это является преимуществом. Что нужно сделать? Переходим в проект и, соответственно, эти манипуляции со всеми проектами делаем. Что видим? Краткое описание проекта, соцсети, видим дедлайн завершения голосования, жмем на кнопку проголосовать и при первом заходе на страницу из метамаска у вас выйдет, что нужно подписать сообщение. Это ничего не стоит, таким образом вы голос отдаете своим кошельком, условно, голосуете за тот или иной проект. Никто не мешает по всем проектам проходиться, чтобы получить больше дропов. После того, как вы это сделали, будет подсчитан общее количество ваших очков, total score так называемый. Из чего давайте он складывается и для чего он нужен? Ну, нужен он для того, чтобы понимать, какой дроп вы получите. Чем выше этот total score будет, тем большую сумму дропа вы получите. Давайте смотрим. Снизу начнем. DAO power. Если вы являетесь стейкером DAO, вы получите вот эти DAO power. Если не ошибаюсь, от 2000 токенов DAO, именно тогда вот эти DAO power включаются. Также учитываются активы на вашем кошельке. За каждые 10 тысяч долларов вы получаете 10 поинтов. На данном кошельке получается почти на 14 тысяч есть активов. В том числе здесь стейкинг и фарминг учитывается. Далее. По одному поинту можно получать за посещение вот этой так называемой research page. То есть, вот здесь уже я получил. Это вот та самая страница, с которой мы, в принципе, и начинали. Каждые 6 часов можно получать по одному баллу. То есть, за сутки можно получить 4 балла. Но если вы все-таки любите спать, то, наверное, это будет для вас где-то 2, ну, может быть, 3 балла вы в сутки можете бустить на каждом проекте. Дальше. По 5 поинтов дают за подписку на Twitter проекта и DAO-мейкера. Обязательно нажмем Start Challenge. Даже если вы подписаны на этот проект, как бы механизм запускаем. Вот я уже подписан. Жмем Cancel. Все, здесь подписка. То же самое делаем с DAO-мейкером. Да, вот этот челлендж запускаем. И реферальную ссылку можно продвигать. За регистрацию по реферальной ссылке будет получать дополнительный поинт. И человек, который дал реферальную ссылку, и человек, который по ней зарегистрировался. Давайте я вам продемонстрирую. Я регистрировался на один из сейлов по реферальной ссылке своего приятеля. И получил какое-то количество поинтов за это. Так, что-то мы как будто убежали. Ага. 7 поинтов я получил. Хотя я вроде и реферальную ссылку тоже продвигал свою. У себя в Telegram канале я ссылочку размещал. Так, да, вот этот пост. Кстати, кому интересно, да, на телегу подписывайтесь. Там выходит та информация, которая до YouTube-чика не доходит. Вот, поэтому если есть возможность продвигать реферальную ссылку в своих каких-то источниках, или друзья у вас есть, так что можете получать таким образом дополнительные баллы. Так, ну и давайте перейдем на Medium, что Daumaker нам пишет по данному разделу. Но из основного, да, что токены заявителя, то есть проекта, будут разосланы на все кошельки, участвовавшие в голосовании сообщества. Ну, 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 как-то, наверное, ну, инструкция о том, как участвовать. Поэтому участвовать, наверное, имеет смысл. Тем более, если вы на своем Metamask кошельке храните активы, которые дополнительные поинты вам будут прибавлять. Давайте к следующему дропу перейдем. Следующая раздача, о которой пойдет речь, это аирдроп от крипто кошелька SafePal. Они раздают 1 миллион своих токенов. По текущему курсу это порядка полумиллиона долларов. Цель аирдропа – привлечение новых пользователей и знакомство их с функционалом данного крипто кошелька. Все это дело подается под соусом того, что вот недавно FTX скоманул и держать средства на каких-то централизованных биржах – не лучшее решение. Лучше использовать децентрализованные продукты, ну и, в частности, кошелек SafePal. Логика в этом, разумеется, есть. Ну и что же нужно сделать для того, чтобы претендовать на аирдроп? Дедлайн, по которому, кстати, 30 ноября. Сделать нужно следующее. Необходимо скачать последнюю версию кошелька SafePal, создать в нем новый кошелек, либо импортировать свой действующий кошелек, используя seed-фразу. После этого можно перейти в раздел вот-дабс и здесь либо кликнуть по баннеру, либо по иконке самого аирдропа. И вы пойдете на страничку, где прописаны задания, которые необходимо выполнить. И за выполнение каждого задания вы определенные баллы будете получать. Заданий всего 7, одно из них обязательное, ну и, соответственно, 6 остальных необязательных. По первому обязательному заданию необходимо сделать следующее. До конца промо, то есть до 30 ноября, необходимо удерживать у себя на кошельке не менее 100 долларов в стейблах USDC, USDT или BUSD в сети BEP20, либо ERC20. Понятно, что выгоднее в сети BEP20 это дело отправлять. Закидывайте с небольшим запасом для выполнения следующих заданий. Там 101-102 доллара закинете, будет достаточно. Плюс BNB для оплаты комиссии, если будете другие задания выполнять. Я закинул 005 BNB, у меня там еще даже сверху осталось. После того, как закинули стейблы, опять заходите в раздел Dubs и жмете на кнопочку Verify. Все, после этого 2 балла вам будет начислено. У меня по данному аирдропу в телеграм-канале есть пост, и давайте по остальному пройдемся именно отсюда. Значит, второе задание необязательное. Необходимо ввести код своего пригласителя. Можете вот этот код скопировать. Ссылочку на этот пост я оставлю. Вот так нажатием раз клик. И вставляете. За это 0,5 балла вам будет начислено. Далее, следующее, третье задание. Установить браузерное расширение. Авторизируйтесь с ним и сделайте любую транзу. Ссылочка на установку расширения будет прямо в мобильном приложении. Можете ее скопировать и установить. Достаточно любой транзакции. Можете отправить на какой-нибудь другой свой счет. Один доллар и будет счастье. Четвертое задание. Сделать свап внутри приложения. Также ссылочка будет. Я вот BUSD на USDT свапнул. И как бы также дополнительные баллы я получил. Значит, Trade and Exchange. Нужно зайти в раздел Binance Mini. Авторизироваться под своим аккаунтом на Binance. Верифицированном обязательно. И сделать трейд на спотовом рынке. Либо на фьючах. После этого тоже баллы будут начислены. Далее. Заходите в приложение Apologs. Тоже в разделе DApp. Выполняете в нем. Пополняем баланс там на 10 баксов. И открываем сделку на фьючах. Вот с плечом X2. И закрываем их. В принципе, тоже после каждого задания. Нажмем на кнопочку Verify. То есть, это в каждом задании нужно будет делать. Седьмое и восьмое задания. Это купить крипту. Используя там крипто-сервис партнер. Но я не делал этого. И восьмое. Купить аппаратный кошелек. SafePal. Тоже не делал. Суммарно. Вот я выполнил все задания, кроме седьмого и восьмого. Получил 14 баллов. Я так понимаю, за рефералку они не сразу начислились. В принципе, вот как-то в таком ключе. Если подвести небольшое резюме по данному airdrop. И на что можно рассчитывать. Понятно, что данный дроп нас не сделает какими-то мультимиллионерами. Но какие-то 20, 30, 40 долларов очень даже может быть. Учитывая, что токен SFP сейчас торгуется в районе 50 центов. А расти он очень даже может. По причине того, что тренд на децентрализованные кошельки. Он сейчас только начинает набирать обороты. Поэтому этот дроп я рекомендую также делать. Давайте перейдем к следующему. RastWallet запустили браузерное расширение. В рамках этого запустили промо NFT Bounty Hunt. В рамках этого промо нужно будет клеймить бесплатные NFT. И как они пишут, соберите не менее 14 из 16 NFT, чтобы разделить главный призовой фонд. Это как раз 50 тысяч долларов. Помимо всего прочего, есть дополнительный призовой фонд в 33 тысячи долларов. Который разделен на 16 этих NFT. На каждую NFT дополнительно от 2 до 3 тысяч долларов будет разыгрываться. Не среди всех. Будут выбрано какое-то количество счастливчиков. Например, здесь от NFT, от Daumaker. Их вроде будет 20 человек. То есть каждый получит по 100 баксов. Здесь уже, наверное, что-то поинтереснее будет. Также, что здесь у нас есть из важной информации. Ну, в принципе, вот, наверное, сразу с этой страницы. Ссылку на которую есть, разумеется, под этим видео. Переходим по первому заданию. Попадаем в Twitter. И здесь ссылочка на Galaxy. Давайте переведем. Что, да, Daumaker является гордым партнером. По запуску развалит, ля-ля-ля, бла-бла-бла. Кроме того, как было опубликовано ранее, мы разыграем 2000 долларов между 20 счастливчиками. Окей. То есть они будут рандомно выбраны. Переходим на Galaxy. Для того, чтобы заклеймить NFT. Так, у меня в действительности эта страница уже есть открыта. Ну, окей, загрузилась. Здесь у меня выполнено уже задание. Здесь необходимо было подписаться на Twitter и верифицировать это. Давайте я сейчас сразу заклеймлю NFT. В принципе, здесь никаких, наверное, от меня дополнительных манипуляций не нужно. Вот сейчас клейминг происходит. Он бесплатный, да. Сразу хочу сказать, что в браузерном расширении вы NFT-шку не увидите, пока они не отображаются. Но в мобильном приложении TrustWallet вы сможете это увидеть. Все, заклеймлено. И есть у нас... Так, все, супер. Так, где у нас это? Так, не сюда. Отсюда, кстати, мобильное расширение можно будет скачать. Так. Перейдем назад. Да, лучше, наверное, в новой вкладке открывать. И вторая. Второй проект. Вот в Twitter заходим. Переводим. Так, что они пишут? Чтобы отправить статус официального партнера. Та-та-та. Они тоже 22 тысячи долларов в виде вознаграждения в BUSD. Получат бесплатный NFT. Переходим на Galaxy. Посмотрим, какое задание здесь надо сделать. Я его не выполнял. На Galaxy, разумеется, коннектим кошелек TrustWallet. Вы можете новый кошелек использовать, либо импортировать свой действующий кошелек. Давайте посмотрим. Вот они задания. Так, ретвит нужно сделать. Так, делаем ретвит. Ретвит. Ретвитнуть. Так, окей. Верифицировать. Так, окей, выполнено. Еще один ретвит. Так, делаем. Ретвитнуть. Готово. Верифицируем. Теперь нужно законнектить Discord. Подгружается долго, конечно. Выключим VPN. Потом нам не нужен. Ага, все пошло достаточно быстрее. Так, авторизировать. Так, что мы тут делаем? Подтвердить. Так, окей. Так. К Discord подключиться к их. Данного проекта. Так, принять. Так, правила, наверное, все нужно было принять. Так, и вести капчу, да. Пу-пу-пу. Что тут у нас тут написано? J2MTVU. Так, ну вроде все окей. Теперь у нас должно все получиться. Так, верифицировать. Так, все окей. И теперь нам можно клеймить NFT. Жмем клейм. Сейчас она будет клеймиться. И параллельно, получается, у нас остальные проекты пока недоступны. Здесь вот даты. По некоторым проектам даты есть. То есть, дедлайн здесь финальный у нас будет, получается, начнется. Последняя NFT можно будет заклеймить с 6-го числа. Информация по дедлайну была здесь тоже до 12-го, что ли, декабря. Ну, примерно в таком ключе. Так, и данная NFT тоже у нас заклеймлена. Теперь будем ждать следующих квестов, следующих заданий. Как видите, задания максимально простые и делаются буквально в течение нескольких минут. Поэтому делать тоже имеет смысл, так как временных затрат здесь практически никаких нет. На этом у меня все. Если видео было полезным, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok